...может раздвоиться на разные дела. И вообще вот эта куфля, она работает сама в себе. Вот здесь вы видите литератический вопрос, пожилая женщина задает вопрос, доживу ли я до собственного банкротства? Это действительно вопрос правомерный, потому что дела, связанные с банкротством, могут тянуться долгими месяцами и даже годами, к сожалению. Таковы правила игры. Эти правила, они по своей сути очень формальны, а по содержанию без содержателя. Сейчас я расскажу о юридическом содержании этих правил. Для того, чтобы вы оценили это самостоятельно. Вот представьте себе, что обычный заемщик Иванов Иван Иванович, который проживает в Новосибирской области, обратите внимание, проживает за пределами города Новосибирска, что усложняет его ситуацию защиты нарушенных прав. Имеет следующий кредит. Вот, допустим, это кредит банк 1, кредит 1, кредит банка 2, кредит банка 3. И здесь вот микрофинансовая организация. Это, например, микрофинансовая организация. Деньги до зарплаты, деньги сразу, хорошие деньги и так далее. Вот это все микрофинансовая организация. И здесь вот, например, перед банками 200 тысяч, 150, 300 тысяч, 10 тысяч. Это сумма основного долга. Теперь почти проценты. Основной долг. Зачем называемые рубля? Проценты, например, 10. Я все в тысячах. Все в тысячах. Здесь, например, 15. Здесь 30. А здесь 50. Обратите внимание, сумма основного долга 10, а сумма процентов, которая нуждала 60. Для микрофинансовая организация это норма жизни. И суды поддерживают. Если микрофинансовая организация взыскивает шкод от заемщика, они поддерживают вот такие вот проценты. Хотя у нас есть статья в Гражданском кодексе, которая говорит о соразмерности. Нарушены обязательства со стороны заемщика. В этом случае наступает ответственность в виде пени, неустойки. Но эта ответственность может быть снижена по просьбе самого заемщика, если он на этом будет наставить. Однако многие граждане не знают, как защищать свои права. Они даже не знают о том, что в отношении них вынесен судебный приказ. Потому что где-то на 20-й страничке кредитного договора банк включил условия о том, что в случае возникновения споров между банком и заемщиком банк вправе получить судебный приказ. Судебный приказ это исполнительный документ по аналогии с тем, как взыскиваются, например, алименты. Не проходит судебное заседание для рассмотрения этого вопроса. Или взыскиваются налоги, небольшие суммы налогов. Сейчас судебная реформа идет в том направлении, чтобы разгрузить судебную систему. Давайте дадим такое право специальным судьбе, как, например, налоговые органы, взыскивать деньги за должность по налогам без судебного решения. А просто на уровне анализа документов. Но при этом есть право у должника вовремя возвозить. Я не согласен с этим судебным приказом. Наши граждане, особенно которые проживают в глубинке, таких прав не знают. Они не знают, в какие суды обращаться и как защищать свои права. И вот это незнание используется против них. Давайте почитаем общую сумму грязи. А вот общую сумму долга. Основного долга. 200, 150, 350, 650, 650, 660, да? 650 тысяч. В законе сформулирован критерий. Неплаченная способность гражданина. Это неспособность удовлетворить требования всех кредиторов сразу. Это означает, что должно быть несколько кредиторов. Хотя бы два. Правильно? И превышение суммы долга на порогу 500 тысяч рублей. Если эта ситуация продолжается свыше трех месяцев, тот человек банкрот. Все очень просто. Бывают еще поправки. А что если сумма долга здесь была бы не 660, а, например, 300 и всего? Но у человека зарплата 8 тысяч рублей. Вот, работает на полставки. Значит, он и через 3, через 6 месяцев, то через год не сможет вернуть этот долг, да? Это называется ситуация предвидения собственного банкротства. В этом случае гражданин обязан подать заявление в суд, чтобы не допустить вот этого конфликта интересов между кредиторами. Скажите, пожалуйста, это просто для понимания? Как можно... Вот это и есть все юридическое содержание сути вопроса о банкротстве гражданина. А все остальное это форма.